Прости ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастливости грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якова истину. Блажите тебе Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. Матерь Бога нашего, счастнейшую хюрвим и славнейшую воистину серапим. Безыстление Бога, Слово, Рожащую и Сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и пристно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреса измертая, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоей Матери, силы щаснага, житворящего креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благо Иси. И человеколюбец. Аминь. Боже, милостью, будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Безчиславия согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Боже, очисти мне грешный век, а не коли же благое сотвори их пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Дань осужденную отверзу, встам и недостойно. Восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешите ли души истинные, и живи здесь, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселися вны, и очистены от всяких скверны. И спаси, блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наше. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки, и веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем ложняком нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огонь, ибо Твое и царство силы и слава вовеки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажей ангельскую песню, пьемте сильной. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, воздвиг вместе, Господи, умы, просвети и сердце, и уснемая, отверзивая, ежепетите, святая Троица. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и вовеки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и к его же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восста благодарю Тебя, Всесвятая Троица, Кому гирает Твоя благость и благотерпение, Не прогнелся на меня ленивый и грешный, Пугубил меня со беззакониями моими, Но человек олюбствовал и всеобычный, В нещане лежащего воздвигами и си, Вое же утреннище словословите державу Твою, И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, Отверзи мою вста, повыщайтесь о слове всем Твоим, И разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, И пейте Тебе во исповедание сердечным, И воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу, Приидите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему, Приидите, поклонимся и приподем К самому Господу Иисусу Христу, Цареве Богу нашему. 85-й Псалом Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, Ибо я беден нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею перед Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели души у раба Твоего, Ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосердь, И многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, И внемли глаз умоления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, Потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, И нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, Придут и поклонятся перед Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, И буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, Всем сердцем моим, И славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, И скопящие мятежников ищут души моей. Не представляют они Тебя перед собою. Но Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердный, Долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Призри на меня и помилуй меня, Даруй крепость Твою рабу Твоему, И спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, Да видят ненавидящие меня и устыдятся, Потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона, Более всех селений Якова. Славное возвещается о Тебе, град Божий. Упомяну, знающие меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тирс и Эфиопию скажут, Такой-то родился там. А Сионе же будут говорить, Такой-то и такой-то муж родился в нем, И Сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет, Такой-то родился там, И поющие и играющие, Все источники мои в Тебе. Господи Божий, спасение моего, Днем вопию и ночью перед Тобою, Да внидет при лицо Твое молитва моя, Преклони ухо Твое к молению моему, Ибо душа моя насытилась бедствиями, И жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящей в могилу, Я стал, как человек без силы, Между мертвыми брошены, Как убитые, лежащие во гробе, О которых Ты уже не вспоминаешь, И которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, Во мрак, в бездну, Отяготела на мне ярость Твоя, И всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, Сделал меня отвратительным для них, Я заключен и не могу выйти. Око мое изтомилось от горести, Весь день я взывал к Тебе, Господи, Простирал к Тебе руки мои. Разве нам мертвыми Ты сотвори чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя И истина Твоя в месте тления? Разве во мраке познаю чудеса Твои И земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, И рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, Скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен, Истоеваясь юности, Несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мной прошла ярость Твоя, Устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружает меня, как вода, Облегает меня все вместе. Ты удали от меня друга и искреннего, Знакомых моих не видно. Слава Твою, Сыну и Святому Духу, И ныне и пристно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пристно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос по Своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью даром, но более делом. Ей многие щедротов и неизречены в милости, ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да умеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел, оправдывающих меня. Но это вера. Да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня Сатана и не похвалится. Слово, что оттвердит меня Твоих руки оградой, но или хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев Матери моей. Сподобие меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил этот свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился с Атаной и Прещающим, особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Соса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, посадь мне охранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невздержание мое, не дав возможности злому демону починить меня себе прегладанию от васмертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедному души и телу, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принять Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Ладыщица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами, отгони от меня смиренного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения. Удовицы скверны, лукавые, и хульные помыслы из окаянного моего сердца, и помраченного ума моего, и погаси плавимые страстей, ибо я убог несчастен. Избавь меня от многепагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причисто имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвникам о душах наших. Благородица Дева, радуйся, обрадуна Мария Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко родилась и Христа, спасся и избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила щаснага, жертвовящего Креста Господне, стави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси Господи, люди Твои, и благослови достояния Твои. Победа на сопротивные дары и Твои, сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси Господи помиловать самых духовных родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамиды, Тихона, Антония, священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия и Анна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбрусия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра Михаила Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска Корнилия, Александра Деодора, митрополита Тихона, и весь священнический и иноческий щин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, И нам, да еще священник, если угодно тебе, смири власти воинства, их наведи страх твой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей, и сохрани их от покушения на них, И умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, дабы было из чего уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет, и научи насценить это мирное время, и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Слава тебе, Боже наш, за эту тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и в сей день сохрани нас от всякого рода зла и греха, и от непосильных искушений, дабы никому и не подавать соблазна. И сохрани, Господи, жилища наше и селения от пожара, воров, нечистой силы, и живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима и обрати Владимира, и благослови Людмилу, болящую любовь Владимира, Алексея и Иосифа, пречи добрых жителей с детьми, любящими уставы, поизнающими их, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктору, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептину, побуди всех на проповедь Евангелия. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгению, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Езду, Рустика, и обрати Тимуру и Самиру, Содружественную. Спаси и помилуй Александра, Александра, Сергея, Сергея, Екатерину, Екатерину, Галину и всех, кому возвестили слово истины Твоей. И возри на угрозы врагов, на их поношение. И умягчи сердце их, и примири с нами. Коснись сердца их, Господи. И в судный день не помяни их безумия. Они не знают, что худо творят. Посети и благослови наших благодетелей, здесь и в Царстве Небесном. Елену, Людмилу, Евгения, Наталья, Абрачи, Надежду, Юрию, Аллилуйя. Найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юлию и Максима благослови. И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Александра найди, где он, Господи, живой. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, путешествующих, Раису, Льва и Виктору. И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И Романа избавь от духа лжи. И благослови Никиту, Виталия. Дарь духовное рождение и желание трудиться в поте лица, дабы было еще уделять нуждающимся. Аллилуйя! Посети болящих. Дай силу перенести страдания. И пошли мысцеление. Валерия, Иллариона, Кирилла, Алексея. Игоря. Надежду. Нянилу, Нянилу, Анну. Марию, Александру, Татьяну, Татьяну, Нину. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. И благослови наше сокровище в интернете. И книги здесь, и в пути. И трудящихся. Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор. Сергей, Андрей, Андрей, Вячеслава и Содружествия. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Благослови помогавших нам в благовестии. Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея. Хвала тебе, наш Господь. Упокой, Господи, в обителях небесных. Усопших родителей, струдников, благодетелей, но представленную Анну. Упокой их в месте света, в месте прохладном. Откуда отбежит всякая печаль и воздыхание. Но где пребывает жизнь бесконечная. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова. Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваок. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу. На земле мир в человеках благоволения. Аллилуйя. Обратите Мафея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтья. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебе, мой Ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покинешь смертный час, когда душа будет разрушаться от тела. И проведи душу мою помытарством страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. И этого блуждающего Алексея найди. Эти щары обольщения. Убери от него. Хвала Тебе, наш Господь. Ян Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Мужчина, с Господи, жите в бедности, имея пропитание и одежду. Вас верит в гороскоп? Вы? Акуль. Никто. Просто какой-то. Вам пригодится. Моли Бога о нас, Креститель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости, воздержания и добрый архипастырь. Молите Бога о нас, и ты пророки Божьи. Убанных курей. И апостол Павел его предупреждает и говорит, слушай, фактически, вот когда выйдешь только из-за границ своей деревни, в первую, вторую церковь, ты поймешь, авторитетов нет. Все делают, что хотят. Каждый спекулирует, как хочет. Люди будут искать себе... Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не заставлен с ней готовыми. Но чтобы вышли навстречу тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными лет добрых дел, с отделанных Духи Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы престола Божия предстоящие, апостолы, святые и Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марка, Лука и Анн. Да дарит Господь нам жажду и исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей Стратилат и Иерун, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Амидийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, устраши родителей за такое ложное воспитание и благослови здесь находящихся. Елизавету, Анфису, Исааке, Иеремию, Василису, и Терентью, Екатерину благослови и помилуй. Аллилуйя! Молите Бога о нас. Святые отцы Василия Великий, Григория, Богословия, Анзотауса, Фанасия Великий, Ефрем, Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Савовский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл, Именокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, И все перевозчики Священного Писания, Молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, А замысел речекопа разрушив, Ничто превратим. Даруй каждому жилье, Сергей и Гавриил. Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фекла первомущинца, Патина, Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание. И молчание, Соломудрие, И стыдливость женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания, Исправь непокоривость Галины, Семейства Евгения, Надежды, Светланы, Марии, Людмилы и Анны, И прими нашу молитву И воздаяние рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, приятное перед престолом, Благодати Твоей, Господи, И соедини нашу молитву С молитвами всех святых, Молящихся на Тебе на небе и на земле. О, Всевышний Господь и Бог наш, Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, Ради пролитой им крови за нас. Прими нашу молитву, Исполни о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Владыка, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит раб Твой. Говори, Господи. Благодаря Господу и Господи Петра, Желающего помочь Игорю. Аллилуйя! Аминь! Доброе утро всем! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Я не пошел, сказал, что не идут, закуплю за стол и не лезь. Ни расслужения, ничего нет. Девчонка классного, все, молодец, по-моему, у нее лучше у девчонки будет, она чего-то научится там. Это тебе верил Господь, это от Бога, тебе бы ты не веришь. Шураку мою больше не веришь, она была на молитве, нет, была здесь, ничего нет, сидишь опять в пустоте, больше не бери ни разу без него, ты играешь в жизнь свою. Чуть не то, звонила в дверь, просто ушла, а советовала, бесполезно дело расстроить, позовала по-живому, как-то. Ты еще раз сказать могла, ты еще когда-то не могла, Боже, ну как, не знаю, кроме тебя могу верить. Бесполезно, абсолютно бесполезно, ты замкнулась, как внутри, не по-творь ему, огромная буква шея, перед которым вы, с кадром. Ну и так не делают люди, живя на земле, посмотрели, какой-то опыт он набирает. Сколько же я сейчас говорю, здесь еще в плечении началось, что это не та интонация голоса, или что-то дьявол. И страха нет еще, где-то люди, не люди, ах вот, рассказал, пойдет. Вчера ты-то ходила за людей, цеплялась, бак, сопротивлялась, какая болезнь, самоподумай, ни один не может определить. Это не доверяет тебя, демоны ночные. Не ложись, даже заболела, сиди, сиди там, никаких, одеялочеком укрыл это днем. Голова кружится, за счет не кружится, давление это. Живете, живете, живете абсолютно неправильно, и тело разводится какое-то. Ну, сейчас сегодня осталось 2 часа, 30 телеролика выставили. Сейчас что-то сиди. Сядь и сиди, слушай. Сядь и сиди, слушай. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 2, вопрос 665. «Родство с Авраамом доказывалось не именем и не происхождением, но подобием дел и помыслов. Так и апостольское преемство основано не на передаче церковной власти, а на преемственности духовной. Как вы относитесь к такой позиции по этому вопросу?» Отвечает Игнатий Тихонович Алабкин. Послание к римлянам, 2 глава, с 25 по 29 стихи. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон. Не осудит ли тебя преступника законом при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога». Относительно духовного родства это так, но оно не должно стоять вопреки четкого указания Христова, что Он основывает церковь, и в ней будут люди спасаться. В нашем противосектарском материале, в разделе «О церкви и священстве» читайте об этом подробно. «Где нет истина рукоположенного священства по нисходящей линии преемственного от апостолов до наших дней, там нет церкви, а вне церкви нет спасения, как в океане вне корабля». Деяние 247. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. «Если спасение есть вне церкви, то зачем же их уже спасаемых прилагать к ней?» Титул 1.5. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченно и поставил по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал». Деяние 1.23. «Рукоположив же им пресвятеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого убировали». Эти две цитаты очень четко говорят, что без рукоположенных апостолам пресвятеров дело не докончено, не полно, не достроено, не совершено. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 2. Вопрос 740. «Почему священники складывают пальцы руки не как прихожане для крестного знамения, а как старообрядцы? В таком случае правомерна ли была реформа Никона и прав ли он был, проводя реформу?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Священники складывают пальцы не как старообрядцы, а так называемым именно словным сложением, чтобы получались буквы И и Ха – Иисус Христос». Это все греческая эквилибристика, заумничание. На всех обретенных старинных иконах персты архиереев, священников и мирян сложены двуперстно, как говорите по-старообрячески. Никон был не просто неправ, а преступно, разбойнически неправ, потому что за двуперстием стоял авторитет Стоглавого собора. Об этом пишет в богословских трудах Московской Патриархии профессор Покровский. Реформа Никона была ненужной и крайне вредной, принесшей неисчислимые страдания самым стойким, верным и мужественным сынам России. Это прекрасно отображено в покаянном послании архиерейского собора РПЦЗ. Смотри нашу книгу к истинному православию. Самое страшное то, что пытаются сегодня подвести Никона к канонизации. И это уже не просто рядовое безумие, но запрограммирование кем-то, чтобы никогда не примириться с ревнителями старинного благочестия во веки веком. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 2. Вопрос 778. Как быть, когда священник заставляет что-нибудь делать вопреки канонам? Нужно ли здесь послушание? Например, отпевание неверующего и так далее. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Насильно никто вас не сможет заставить, но вы должны не просто сказать об этом священнику, но на основании писания канонов обличить его беззаконие. Если он закоснел в этом делании, нужно сообщить о том епископу, нажаловался на него, потому что сей обман только от корыстолюбия. Деяние 5.29. Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема священства, том 3, вопрос 940. Возможно ли обличать священника? Владыка Силуян сказал, «Тот, кто будет обличать священника, будет отлучен от церкви». «Батюшка покрывает афериста, который растратил 9 миллионов церковных денег. Бухгалтер со слезами на глазах упала в ноги и призналась, что 2 миллиона покрыто лицевыми чеками, а 7 миллионов неизвестно где», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Там, где нет обличительного глаза, в вытекающей реки там идет гниение, затхлое болото». И если это продолжается не один год и даже 330 лет, то что можно ожидать? Если человек не принимает обличения, этим он выносит приговор себе. Притча 29.1. «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления». Второе, Парлипоменон 25.16. «Когда он говорил ему, царь отвечал, «Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя». И перестал пророк, сказав, «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». Как хорошо, что у нас нет церковных денег, ни копейки. Как только возникает какая нужда, мы объявляем сбор, доверенное лицо покупает, быстро истратили, и снова живем, как праведники нищие и веселые. Где не послушаешь, везде не урядится в церкви из-за денег. То староста, то бухгалтер воруют. По этому поводу патриарх Алексий сказал, когда в присутствии ревизионной комиссии староста схватил сумку с деньгами и убежал. Каких бандитов напринимали в церковь? Священники, такие же люди, только более грешные, чем их овцы. Если они себя выводят из-под обстрела критики, как члены ЦК КПСС, значит приговор себе они подписали, Бог сотрет их в порошок и заменит другими. Притча 9.7 «Поучающий кощунника наживет себе бесславие и обличающий нечестивого пятно себе». Притча 15.12 «Не любит распутный обличающих его и к мудрым не пойдет». Притча 24.25 «А обличающие будут любимы и на них придет благословение». Притча 28.23 «Обличающий человека найдет более большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком». «Не более, а после». «Более, а после». «Еще раз». Притча 28.23 «Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком». Амос 5.10 «А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 3. Вопрос 944. «Можно ведь сказать, что отец Михаил Погиблов, недавно обличивший Владоку Антония и за это запрещенный в служении, был наказан несправедливо», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Чтобы разобраться во всем, так как меня очень многие об этом инциденте спрашивали, я пошел к отцу Николаю Войтовичу и он тут же на ксероксе снял мне копии обличительных воззваний листовок, исходящих от погиблого. Я понял, что он полностью на стороне Новоалтайска. После этого я несколько раз съездил Новоалтайск, поговорил со всеми священниками, прихожанами, отстоял несколько служб, несколько раз встретился с епископом Антонием. Думаю, что обстановка самая заурядная. Местные священники решили восстать против епископских притязаний на их денежную добычу не поделили доход-приход. А роли заранее были распределены так. Выступает погибло Фадалия по сценарию на выпад Антония экспедицию за экспедицией слать в Синод и забрасывать Барнаул и Новоалтайск прокламациями против Антония. Они понимали, что если не сейчас, то никогда он все подбирал к своим рукам. Они сошли в смертельные схватки только из-за денег. В это время у меня были многочисленные встречи с директорами, представителями интеллигенции и симпатии всех были на стороне Антония, потому что он решил бороться, как всегда, московская патриархия. В это время у меня были многочисленные встречи с директорами, представителями интеллигенции и симпатии всех были не на стороне Антония, потому что он решил бороться, как всегда, московская патриархия идти напролом, брать новоалтайский строящийся храм во имя Георгия Победоносца штурмом, потому что запрещенные священники продолжали как ни в чем не бывало служить и открыто в кавычках благовествовать против Антония. В новоалтайске за храмовой оградой было круглосуточное дежурство, жгли костры, так, еще раз, в новоалтайске за храмовой оградой шло круглосуточное дежурство, жгли костры, в кавычках серый кардинал, отец Николай Войтович как будто находился на стороне с Антонием, но волны его инструкции поддерживают... поддерживают... Остановись! Ну, где-то буква В стоит, ты говоришь, на стороне, Вейна, это же разное, что ты делаешь? Ужас! Серый кардинал, отец Николай Войтович, как будто находился в стороне с Антонием, но волны его инструкции поддерживали Пучистов. Они мне рассказывали о том, как были у архиепископа Сергия Солнечногорского и как туда на ковер был вызван и Антоний, и что при них под запрет попало два епископа. А Алтайский едва устоял и около двух часов на допросе там стоял на вытяжку. Епископ Антоний Масендич прирожденный авантюрист, но здесь кусок оказался не по зубам и он едва не подавился. Делаем мы накручиваем людей. И он мне на это жаловался. И та и другая сторона спрашивала меня, что же делать мира и истории. Спрашивал только Войтович. Я им советовал всем одинаково. Немедленно примиритесь. Как? Вы священники состоящие под запретом и продолжающие служить вопреки канонов. Вы просто обязаны склониться перед Антонием, ибо сего требует каноническое устройство церкви. Им это было нелегко выслушивать, но они не прогнали меня и расспрашивали, как это сделать в деталях. Вид Антония был помятый и усталый. Я советовал ему простить их, снять запрещение и уменьшить налоги, скорее вернуть все в свое русло. Скажу не хвалясь, что и те, и другие прислушались к совету, хотя об этом сегодня никто не знает, и сами они будут это сегодня отрицать. Примирение было в Покровском соборе, а я стоял на улице и ждал. Была метель, а я на улице молился за них. Аудиенция их чрезвычага за собой имеют выход из железная центральная дверь Покровского собора и новоалтайские священники и еще кто-то не просто бегом, а как из катапульты выстреленные вырвались и быстро один за другим сбегают вниз, подбегают ко мне и как-то горячечно, воспаленно выдыхают. Запрещение снято со всех. Хватают меня за руки и бегут к своим колесницам. Домой с победой! Вот таким заголовком на завтра вечерний новоалтайска повестит в кавычках духоносных. Сергей, подожди. Там вот нету, а под, под. Не торопись, здесь считай предлоги правильно. Совсем ушел. еще дальше делал. Еще нету. Зря остановил я его. Вырыбил. Я ему надоел, а Ольга не видит это. В и по. три буквы разную. Я считаю два, два, первая, а там написано 14. Как это было? Все, три, и все. Я сказал, что он сделал? Звука нет. Что-то ничего нету Ни буквы, ничего нету Так, двигнул Это от него зависело Так, меня выбило Слышно, видно сейчас? Да, видно Хватает меня за руки, вот отсюда считай Такой важный рассказ красивый А где вы говорили Вот, под, под, вообще не вижу А, вот, под, да? Под таким заголовком Ага Опять Выбросили опять Это не я, не я Горбачок, а так сидеть фотография Это не я, страна Она сама развалилась Это не я Чем это, обменяется Даже, е-мое Порадается, никогда так не сказать Давайте все отключимся Заново Давайте все отключимся И заново он сейчас На дороге А я еще как буду отключать Ну, красненько нужно Отключаться? Ну, да Давай Этого, текста-то нету А? Текста-то нету Нету Конечно Надо сказать об этом Ну, ладно Нету 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 Какой-то так еще раз пробуем выбивает меня так если будет выбивать вам видео вы выключили может из-за этого что-то не тянет сегодня интернет видео отключить вот это вот во имя отца и сына и святого духа аминь простите хватает меня за руки и бегут к своим колесницам домой с победой под таким заголовком на завтра вечерний новоалтайск оповестит в кавычках духоносных своих прихожан церковную капрановскую полноту когда я читал эту статью заглавием победа то у меня перед глазами сразу же встал за индивилы лес и азартные охотники удутый а там или прочитаем сорок третий сорок четвертый но нет ну вын хорошо я озвучу думаете придет иван иванович мосендич совершенно один ни одного послушника рядом тихо спустился по лестнице подошел ко мне и развел руками в стороны я так ничего и не понял кто у кого просил прощения они так быстро скрылись и вид у них был как у победителей простояв немного он опустил руки и я немного утешил так простите постояв немного он опустил руки и я немного утешил его взял за руки доверьтесь богу все это пустое наплевать и забыть надо идти проповедовать христа народу в этом все он еще раз посмотрел на меня и смущенно улыбнулся позже в последнюю встречу уже в епархии такой же жалкой виновата затравленная улыбкой он опрокинул всех нас бывших там с ним вместе с нашим епископом ефтихием рпцз боюсь я их недавно было покушение на меня и нам стало страшно жалко его прости его господи и упокой в обителях небесных и жил то всего 41 год когда меня спрашивают кто из них прав я всегда отвечал и тогда и сейчас виноваты и те и другие не поделили деньги но ни те ни другие не проповедуют о христе воскресшим и во время и не во время и повсюду а те и другие мучаются с богослужением и мучают этим людей проворачивают никому ненужные требы и всюду извращения в таинствах и тотальная ложь ольга значит хочет сказать он и оставил мы опять меня выбило Я просил всех вас выйти и по моему звонку не включаться. Давайте еще раз попробуем. Дождитесь моего звонка, а то когда я присоединяюсь, меня выбивает, а когда я звоню всем, тогда может быть что-то изменится. Я не отключаю пока этот. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Аминь. Опять тормозит. Господи помилуй. Слышно меня, Оль? Ольга, слышишь меня? Слышно? Видно, что опять тормозит священник, твоя священника вообще. Компьютер, да и я торможу вместе с компьютером. Да, тормозите, у меня тоже. Тебе капусту дать? Я не могу, я есть не то, она сейчас не сможет. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Вот у нас есть что-то есть. Я же все. Я знаю, что-то не ехать. Вот, что жаль, все помидоры. Помидоров не хватает. Дали денег, его на евро. Побежал там какой-то, купил. Это, как власть, все, и они у меня не видят. Старики такие. Как блядь, не пропустите все. Наши, как сезон возьмет, он не лезет. Сейчас, Ольга, ты что-то там прикоснулась и меня выбил. Ну, выбил, и мне пишет, другой участник тебя удалил. Ольга, я не знаю. Хорошо, что не вы. Наталья Усатая. Ничего там, не нажимайте. Сидите тихо. Что-то сегодня с интернетом вообще. Синтон на диване. Так, текст видно? Видно. Меня слышно? Да, слышно. Пробуем еще раз. Господи, благослови. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Опять интернет тормозит. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 3. Вопрос 949. Много ли сейчас врукоположенных священников, и действительно ли они рукоположены, как это проверить, или так прямо и спросить их об этом? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Общее количество всех на земле рукоположенных священников знают только масоны. А нам зачем это знать? Каждому священнику при рукоположении выдается справка, вставленная грамота, где он рукоположен, кем он рукоположен, где, когда. Если священник документально не может подтвердить свое рукоположение, мы не должны признавать его, дабы не оказаться обманутыми. Об этом говорит и Библия, и каноны соборов. 1 Ездры 2.62. Они искали свои записи родословной и не нашлось ее, а потому исключены из священства. 4 Вселенский Собор. 13 правило. Клирикам, чужим и незнаемым в другом граде, без представительной грамоты собственного их епископа, отнюдь нигде не служить. Слава Богу. Прошло вроде. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым окон». Тема «Священство». Том 3. Вопрос. 952. «Если со священника снимают сан, то теряет ли он благодать и возможно ли возвращение сана священнику?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. По Библии на этот вопрос ответить невозможно. Обращаемся к канонам. Согласно книге правил, если священник лишается сана законно, то лишается навсегда и возвращение к нему невозможно. Лишенный сана делается простым мирянином и не имеет права никого благословлять. «Если же он просто запрещается в служении за какие-то прегрешения, совершенные им в неведении, то хотя сан с него и снимается, но он может находиться в алтаре». «Правила Василия Великого» 1.27 1.27 «Опять выбило». «Тебе бы хорошо перезагрузить компьютер, возможно нормализуется, или хотя бы вкладки позакрывать, у тебя в Яндекс.Браузере миллион вкладок, как бы вот эту одну оставить, который с вопросом, а остальные все закрывают». «Открыть, если возможно». «Может быть они утягивают, просто вот в фоне как бы работает, тянут интернет тоже». «Хорошо, отключаюсь, перезагружаю через пять минут. Присоединись». «Вольга не отключилась, у меня не враги». «Он может отключаться, это в его власти». «Он может быть участвует уже. » «Он может отключаться. Продолжение следует... 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 Нам братья отключаться нет Самим Ну ждем пока что Сергей перезагружает Компьютер видимо Я сейчас думаю так бы ему хорошо Позвонить может быть модем или роутер Что у него там тоже перезагрузить Потому что бывает что он Видимо перегреется И интернет начинает вот так вот То есть то нет А нам то не надо сейчас отключаться Да нет он сам сказал присоединюсь Вроде ждем просто Ага все понял Посоветовали пока нет Посоветовал пока не отсоединяется Ну это все Есть толк или пока незаметно? Да вроде есть Сейчас попробуем еще раз Еще бывает такое что Этот модем Ну или что там роутер у тебя Перезагрузить тоже хорошо бывает Потому что скорее всего он У тебя беспрерывно работал или на ночь отключается? Ну он у меня Вообще странно с ним Он может сам выключиться Сам включиться Какое-то Надо лечить его Все что-то А Вот И так ведет себя то вполне Как бы из-за него может Такая Ну а роутера у меня нету А роутера нет? Модем да стоит? И модему нету У меня просто ну как он Кабельный интернет Кабель подсоединенный И все На прямую компьютеры да? Да А ну Правда там ничего больше делать Получается Так Ну пробуем еще раз Господи благослови Слышно, видно? Да Давай заново Это попробуем На четверти Да Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Книга Открытым оком Тема священства Том 3 Вопрос 952 Если со священника снимают сам То теряет ли он благодать? И возможно ли возвращение сам на священнику? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин По Библии на этот вопрос ответить невозможно Обращаемся к канонам Согласно книге правил Если священник лишается сана законно То лишается навсегда И возвращение к нему невозможно Лишенный сана делается простым ирянином И не имеет права никого благословлять Если же он просто запрещается в служении За какие-то прегрешения совершенные им в неведении То хотя сам с него и снимается Но он может находиться в алтаре Правила Василия Великого 27 О пресвитере по неведению Обязавшимся неправильным бракам Я определил, что должно То есть пресвитерским седалищем Пусть он пользуется От прочих же действий пресвитерских Да удержится Ибо таковому довольно прощение Благословять и же других Долженствующему врачевать Собственные язвы Не подобает Ибо благословение есть Преподание освящения Но кто сего не имеет По причине греха неведения То тот как преподаст другому Того ради да Того ради да Не благословляет Ни всенародно Ни особь И тело Христово да Не раздает другим Ни же иное служение да Ни же иное служение да Совершает Но довольствуется Священнослужительским местом Да плачется Пред другими И пред Господом Дабы отпущен Был ему грех неведения Снова выбило Сергей Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас отключу Взор Он интересно вышел Отключил Опять сейчас Нет У него опять Выберем Опять Нет Нет Взор Взор Ну вопрос вот Дочитал И опять Выбило Что Делать Надо вызывать Наверное Мастера На горячую линию Позвонить Можно оператору Спросить Может быть У них неполадки У самих Какие-нибудь Ну это так Не сейчас Имею ввиду Ну да Скорее всего Потому что Я вот например Начитываю Во имя Отца И Сына И Святого Духа Окрестное Знамение Делаю А Ольга Смотрю Не делает А потом Раз Это Секунды через Три Она делает И я понимаю Что тормозит Интернет Тормозит Да И вот сейчас Ты говоришь Вот так Вот Как бы Это на записи Не сказалось И сейчас Наталья Усатая Смотрю Пишет Что Записи плохие Стало Почему-то Эхо Раньше Никогда Этого не было Что произошло Непонятно Может быть Вот здесь Как-то Вот звук Может вот здесь Вот галочку Вот эту Снять Записывать Системные Звуки Я пробовал Вроде Ничего У меня Не Не Менялось Попробую Сниму Я так И так Все равно Господи Помимо Пробую Системные звуки Не нужны Ну да А что это за системные звуки Ну это то Что в компьютере Происходит Допустим Там музыку Включил И он Ну Ютуб Запустил И он Тоже Ютуб Будет Записывать Сюда же В это Видео По идее Так Такая Логика Так Ладно Звук Который Сам Компьютер Воспроизводит Ну ладно Пробуем еще раз Так Текст видно Слышно Да Вот опять То ли Оля Тормозит То ли компьютер Вот не могу понять Спрашиваю Через 2 секунды Отвечает Ну вот И ты Теперь Ты ошибку Только через 2 секунды Теперь показать То сможешь Заторможение Ну ничего Исправлюсь Ладно Во имя Отца и Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым оком Тема Священства Том Третий Вопрос 1107 Осия 4 глава С 4 по 6 стихи Но Никто Не спорь Никто Не обличай Другого И твой народ Как спорящие Со священником И ты Пойдешь Днем И пророк Пойдет С тобою Ночью И истреблю Матерь твою Истреблен Будет Народ мой За недостаток Веденье Так как Ты Отверг Веденье То и я Отвергну Тебя От священно Действия Предо мною И как Ты Забыл Закон Бога Твоего То и я Забуду Детей Твоих Разве Обличать Священников Нельзя Если Они Поступают Неправильно Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Здесь Дается Описание Состояния Перед Катастрофой Когда Рушатся Всякие Связи Скрепляющие Общество Воедино Обличать Можно Священников Ибо Их Сам Бог Обличает Обличали Их Все Пророки И Сам Господь Более Всего Если Бы Сейчас Выписать Из Библии Все Что Говорится О Священниках То Было Бы Примерно Так 99 Раз Бог Их Укоряет И Угрожает Им А Один Раз Говорит Неопределенно И Несмотря На Это Табель О Рангах Не Позволял Запросто Разговаривать Со Священником К Нему Должно Быть Особое Благоговейное Отношение Даже По Отношению Просто К Старшему Этикет Предусматривал Скромность Потупленный Взор Серахова 7 14 Пред Собранием Старших Немногословь И Не Повторяя Слова В Прошении Твоем Серахов 7 33 Бойся Господа И Почитай Священника И Давай Ему Часть Как Заповедано Тебе Серахов 32 9 Говори Юноша Если Нужно Тебе Едва Слово Два Когда Будешь Спрошен Почтение К Священнику Выражалось В первую Очередь В Отдании Десятины Каждым Израильтянином Субординация Не Позволяло Рядовому Обличать Офицера Рабу Дворянина Мирянину Священника Но Когда Двери Уже Были Сорваны Бурей Революции Наводнение Войной Стоящей При Дверях Тогда Искали Виновных И Священники Получали От Молчаливой Массы Сполна До Краев Под Завязку Мерою Полную Нагнетенную И Дается Причина Этому Народ Как бы Очнувшись Понимает Священники Нас Не Учили И Вот Мы Теперь Гибнем Вместе Со Священниками За То Что Они Нас Не Учили Ведению Закона Божия Иеремия 5 31 Пророки Пророчествуют Ложь И Священники Господствуют При Посредстве Их И Народ Мой Любит Это Что Вы Будете Делать После Всего Этого И И Ремия 6 13 И От Малого До Большого Каждый Из Них Предан Корости И От Пророка До Священника Все Действуют Лживо И Ремия 23 11 И И Пророк И Священник Лицемеры Даже В Доме Моем Я Нашел Нечести Их Говорит Господь И Ремия 14 18 Выхожу Я На Поле И Вот Убитые Мечом Вхожу В Город И Вот И Стоевающие От Голода Даже И Пророк И Священник Бродят По Земле Бессознательно Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Книга Открытым оком Тема Священства Том Третий Вопрос 1108 Как Должны Обращаться К Священнику Его Жена И Родственники Просто По Имени Или С Добавлением Слова Отец Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Вот По Одному Только Этому Вопросу Можно Увидеть Как Мы Связаны С Привычками Общепринятыми Нормами Поведения Рассказывает Одна Женщина Так Простите Тарелкой Обязана Была Пройтись По Всем Его Званиям Товарищ Генеральный Секретарь Коммунистической Партии Советского Союза Председатель Президиума Союза Советских Социалистических Республик Разрешите Поставить Перед Вами Ботвинью Или Борщ Никаких Сокращений Генсек КПСС Не Допускалось И Никому Это Не Казалось Смешным Может Это Ему Требовалось Для Разогрева Аппетита Но Ведь И У Нас Церкви Нисколько Не Лучше Его Преосвященство Преосвященнейший Владыка Антоний Таким Букетом Слов Пестрела Неоднократно Каждая Страница Газеты Алтайская Миссия А сколько Званий У римского Папы Полный Титул Его Викарий Иисуса Христа Приемник Князя Апостолов Верховный Священник Вселенской Церкви Восточный Патриарх Примас Италии Архиепископ И митрополит Римской Провинции Монарх Ватикана Его Святейшее Святейшество Первосвятителя Римской Церкви Не покажется ли Безбожникам Чрезвычайно Круто А для Слуха Правоверного Католика Это Как раз Не Это Ли Святые Мужи Называли Дымным Надмением Мира К апостолам Обращались Только С одной Приставкой Брат 2 Петра 3.15 И Долготерпение Господа Нашего Почитайте Спасением Как и Возлюбленный Брат Наш Павел По данной Ему Премудрости Написал Вам Православ Православные Священники В большинстве Своем В духовном Плане Кастраты И Евнухи Они Не проповедуют Живое Евангельское Слово Сами Не рождены Свыше И Никого Не могут Родить Через Проповедь То есть Они Никакие Не отцы А просто Требоисполнители Законно Рукоположенные А сколько Надменности В одежде Походки Отношений К людям Превозношения И чванства Прочтите Что говорят Об этом Святые Отцы В книге К истинному Православию В главе О священстве 1 Коринфянам 4 15 Ибо Хотя У вас Тысячи Наставников Во Христе Но Немало Отцов Я Родил Вас Во Христе Иисусе Благовеств Еще раз Простите 1 Коринфянам 4 15 Ибо Хотя У вас Тысячи Наставников Во Христе Но Немного Отцов Я Родил Вас Во Христе Иисусе Благовествование Если По полной Истине То Не только Домашние А и все Должны Называть Священника По его Имени С приставкой Брат А слово Отец Вообще Исключить Из лексикона Но на уровне Глубокого Подсознания Все Священники До единого Даже Не умея Об этом Сказать Отлично Чувствуют Сколь велико Звание Отец И как Велика Награда Тому Через Кого Кто-то Придет Ко Христу И они Буквально Вцепляются В это Слово Воруют Его Смысл И очень Хотят Называться Отцами Сообщение О том Что Какой-то Умный Очень Тако Один у вас Отец Который На небесах Несколько Менее Претензионно Звучит Слово Батюшка В смысле Руководитель Старший Хозяин Без Добавления Имени Но Матушки На это Идут Редко Чтобы Называть Просто По имени И отчеству Потому что Если он Не батюшка То По логике Вещей Она И не Матушка Я был Лично Знаком С регентом В Новосибирском Кафедральном Соборе Которая Млела От слова Матушка Каковой Она Не являлась И она Сумела Таки Выговорить Епископа Гедеона Как последняя Магиканша У Чехова И он Рукоположил Ее Совершенно Бестолкового Мужа С которым Никто Как бы С диаконом Не хотел Служить До этого И не требовалось Его место Было Упоминального Столика Вовремя Захватить Самое Вкусное Приносимое И унести В Алтай Захватить Захватить Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком. Тема священства. Том 3. Вопрос 1119. Перед рукоположением священник должен жениться или принять монашество. А если его рукоположили, а потом через какое-то время он принял монашество, перед рукоположением не женился, то будет ли это нарушением правил? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я вам сначала отвечу по Библии, а потом к чему мы пришли на сегодняшний день, забыв Библию. Господь избрал двенадцать апостолов. Были ли среди них женатые? Евангелие говорит, что у Петра была теща. А откуда теща, если нет жены, хотя о ней не говорится ни слова? Евангелие от Матфея 8.14.15 Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Можем предположить, что Христос исцелил ее по просьбе Петра. Значит, он заботился о ней. Это была не теща из русских анекдотов. Иоанн Златоуст говорит, что звание апостола – это наивысшее звание во вселенной, включающее в себя все, что бы мы ни назвали. Пророк, учитель, чудотворец, говорящий на языках, истолкователь и тому подобное. Их наградил Господь всеми дарами в преизбытке. Наличие жены, согласно житии святых, не препятствует служению Господу. Об этом говорят и каноны церковные. 1 Коринфянам 9.5 «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа». Значит, апостол Павел узнал семейное положение не только Петра, сестру и жены у прочих апостолов. И он это не опротестовывал, не обличал Петра за это, хотя за другое случалось. Откуда же пресловутые наместники апостола Петра, Папы Римский и наши архиереи взяли непременное условие быть только монахами, истребив полностью женатый епископат? 2 Коринфянам 9.6 Апостол Павел назвал такое учение бесовским от сатаны. Есть над чем задуматься неженатому епископату и священству, которые только за последний год за свой гомосексуализм в католической церкви заплатили более 2 миллиардов долларов на судебные издержки. А если бы они были женаты, то этого бы ничего и не было. Они бы играли дома со своими попадьями, что благословлено Создателем и апостолами. 1 Тимофею 4.1.3 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учениям бесовским, через лицемерия лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Цитата. Если кто, епископ или пресвитер или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака и мяса и вина не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что все добро зело, и что Бог, созидая человека, в мужа и жену сотворил их, и таким образом хуля клевещет на создание, или да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от церкви. Так же и мирянин. Апостольское правило, 51-е, и брачное честное сожительство почтенно. Ганский собор, 21-е правило. Есть теретики, говорящие, что женатому не спастись. Таковых церковь отлучает. Если кто порицает брак, и женою верную и благочестивую с мужем своим совокупляющуюся гнушается, или порицает оную, как немогущую войти в царствие, да будет под клятвою. Ганский собор, 14-е правило. Епископ, или пресвитер, или диакон, да не изгонит своей жены под видом благоговения. Если же изгонит, да будет отлучен от общения церковного, а оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина. Апостольское правило, 51-е. Есть только одно правило, не быть двоеженцем священнослужителю. У попа одна жена, пословица. 1 Тимофея 3, 2. Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странно любив, учителен. 1 Тимофея 3, 12. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим. Соборные правила действительно имеют силу только тогда, когда они не противоречат священному писанию, иначе они ошибочны и ведут в заблуждение, уводят от Христа. Сейчас есть промежуточная прослойка между монашеством и женатым священством. Целебат – неженатый священник, не принимавший монашеских обетов. И твердейшее правило, соблюдаемое в православии, что ни диакон, ни священник, будучи уже в сущем сане, не могут жениться. Это они могут сделать только до рукоположения. Правило ни на чем не основано. Это правило не евангельское, хотя и не противоевангельское. Так как нет в Библии ни слова о том, что если бы он был рукоположен неженатым, то нельзя жениться. Пару минуток пауза. Дело в том, что здесь Паля должна быть в доме, она не способ. Паля, 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 где Паля? Где ты Паля? Паля спит. Паля у меня не закрыта была. Паля, 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 иди домой, Паля, Паля. Я тут все осмотрел. У меня правильно все идем на пол. Надо сажать сюда. Здесь ходить-то некуда. А если она сходит в раз в другой, она будет и бегать. Ну я вчера уже в один раз туда выпустил на час. Ну она выпустил не ходила. Выпустил, сейчас, да, она тут не была. Но я встал, вот два часа ночи. А она сидит на этом. Вы громко говорите. Вы громко говорите. Ну и все. Ну и все. Да, давай. Полюбим. А, рыба. Здесь кусочек рыбы, это ваш. Я свой съел. Ну ладно, вот я ставлю ее на поехал. Я уже езал. Ну и все. Они у нас, поди там, это, завозили палец. Вот она есть. Кстати, даже не надо. Закрыть нету нигде. Да, их тоже нет. Ну да, я не жаль, я надеюсь, что у нее там нету посох. А открыто у нее или не открыто? То есть она закрыла, а нету. Так, как-то они вылетали оттуда просто кидать. Это интересно вообще, да. Что это? Ну вот, пойдем, я закрылю за разницу и посмотрю, когда она закрывается. Когда закрывается, теперь она не остается. Чтобы она поймала, сажала, тоже, по сравнению. Видишь, как долго Сергей дело делает. А ты вчера мне еще не придешь от нее? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 4. Вопрос 1239. «У вас много знакомых священников, и, как вы говорите, даже хороших. И вы много лет знаете их, поддерживаете с ними связь. Как, по вашему мнению, духовно они растут или нет? И что по этому вопросу думают они о вас?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Я знаю только православных священников, притом русских, большей частью в России. Поэтому говорю, не обобщая в мировом масштабе. Я очень внимательно присматриваюсь к ним, переписываюсь, общаюсь и прихожу к твердому убеждению, что в московской патриархии почти невозможно сохраниться, даже в первоначальном состоянии, если человек искренне верующий. Беда православия в том, что обучение идет не по Библии, а потому, что в основном человек видит на богослужении и тянется к храму, к монашеству. Есть ставшие священниками, перешедшие от баптистов и из других сект. Они подавали очень большие надежды. Они рождены свыше, как правило, знают священные писания. Из них встречаются ревностные и даже руководимые Духом Святым. Но на сегодняшний день за 40-летнюю практику близкого знакомства с такими не имею ни одного случая, когда даже этих священников московская патриархия не подвергла бы коррозии души. Само основание патриархии глубоко и неисправимо порочно и основано на абсолютной лжи. Она основана в июле 1943 года Сталином и Берией. Отбор в архиерее идет наистрожайший по принципу верности патриарху и синоду, а не Христу и Библии. Эта церковная система уродует души людей. И всюду и везде во взаимоотношениях царит ложь и неискренность. Окружение архиерея практически везде вообще не имеет другой задачи, как защищать архиерея. Если их интересы расходятся, архиерея и священников, то, как правило, речь касается только денег, дележа доходов. На сегодняшний день остаюсь при этом в мнении. Если вы можете это опровергнуть, дайте мне адрес такого священника, который во всем подчиняется Богу, канонам церкви, а не требованиям правящего архиерея. Их мнение о мне неоднозначно. Друзья искренне радуются нашим успехам. Есть тайные, кто хотел бы помочь, но боится гонений и мести от своих. Есть крайне враждебные ко мне, и всякое наше движение вперед воспринимают, как свое горе. Они поносят меня денно и ношно, и самое главное в этом, что ни слова правды не говорят, и потому уязвляют только самих себя. Сколько не таилось бы упругой силы в мышцах, мужества в крови! По горам нельзя идти без друга, верного товарища зови! Ты над бездной, так звезда порою на краю горы повиснет вдруг. Кажется, что смерть не за горою. Нет, неправда, рядом верный друг. Наконец вершина, голубое небо, расстилается вокруг. Счастье в сердце вырастает вдвое от того, что рядом счастлив друг. Для чего разделяет, непонятно. Дмитрий Гулия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым окон». Тема «Священство». Том 5. Вопрос 1442. «Как судиться с епископом, если он что-то отнял у своего клирика или мирянина? Можно ли подать на него в суд мирской?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В книге правил, сборнике правил семи святых вселенских соборов, девяти поместных соборов и правил тринадцати святых отцов церкви вселенской, дан регламент на все подобное. Вся трудность выполнить эти правила сегодня состоит именно в том, что нет этой церковной инстанции в епархии, которую правила называют церковным судом. Об этом давно идут разговоры, но воз и ныне там. А так как нет этой инстанции, значит и все правила о церковном суде совершенно не работают. Они как бы и не существуют. Но обиды есть, и их нужно решать законным порядком. Остается идти в гражданский суд и дело представлять в конечную мирскую инстанцию, которая это дело вполне может решать, даже не будучи осведомлена о вопросах нашей веры. Им это помогло бы только в моментах выявления истины, чтобы духом познать, лгут ли свидетели, и дознать истину в чистоте. Церковные правила даже не предполагают такой постановки вопроса, чтобы не разрешать конфликтов, но и не предусматривают даже вероятности, что может быть такое вот наше время, когда не будет церковных судов. Тогда остается только идти в мирской суд. Но вот тут-то и сработают все карательные меры, успокоительные капли, флаконы, законы от епископского прещения, если пойдешь в мирской суд, жаловаться на него. Остались карательные функции за нарушение неработающего канона. Но правила дают возможность все же обращаться в мирской, районный или краевой суд. И это нужно знать, как это сделать сегодня, чтобы не попасть под молотилку церковных правил, запрещающих обращаться за справедливостью в мирские суды. Целые века церковные служители скрывались от справедливых решений и от возмездия за своими братскими епархиальными судами. И стонали низшие клирики миряне. Но Бог дал Троцкого, Ульянова, Сталина и толпами. Сотнями тысяч поволокли из епархии из-за монастырских толстых стен при лицо революционных трибуналов и под вышку или в ГУЛАГ. Так Бог наводит порядок и среди тех, кто скрывается под сенью своих вымыслов и неработающих законов. Вытряхивает неподсудных владык при лице всей земли подсолнечной. Вот что говорят церковные правила по материальным вопросам. Второй Вселенский Собор правило шестое. Не без исследования допускать обвинителей, не позволять всякому приносить обвинения на правителей церкви, но и не всем возбранять. Но если кто принесет на епископа некую собственную, то есть частную жалобу в какой-то, простите, как-то в притязании им имения, или в какой-либо потрепенной от него неправде, или так, при таковых обвинениях не принимать в рассуждение ни лица обвинителя, ни веры его. Подавает всячески и совести епископа быть свободною и объявляющему себя обиженным обрести правосудие, какой бы веры он ни был. Но не прежде могут они настоять на своем обвинении, как письменно поставив себя под страхом одинакового наказателя с обвиняемым. Если бы по производству дела оказались клевещущими на обвиняемого епископа. Но если кто, презрев по предварительному дознанию постановленное решение, дерзнет или слух царски утруждать, или суды мирских начальников, такой отнюдь да не будет приемлем со своей жалобой, жалобу яко нанесшей оскорбления правилам и нарушившей церковное благочиние. Это правило угрожает наказанием тому, кто обращается в мирской суд, решив переиграть дело свое после того, как по нему уже было вынесено решение церковным судом. Но если нет вообще этой инстанции церковного суда и нет его уже целое столетие, то и угрозы все полностью отпадают. Карфагенский собор, 12 правило. Если который епископ чего-то не будет, подвернется некоему обвинению и по великим затруднениям не можно будет собраться многим епископом, то дабы он не оставался долго под обвинением, дослушает его на суде 12 епископов. Пресвитера, 6 епископов и свой, и диакона 3. Карфагенский собор, 15 правило. Ага, да. То есть, когда судят епископов, то... А когда пресвитера судят, то шесть епископов и свой, а диакона три. Карфагенский савор, 15 правило. И сие по делу обвинительному, по делу же тяжебному, да лишается того, что приобрел по решению дела, если хочет удержать место свое. В мирские суды кто обращается, пренебрегший суд церковным, но когда нет первой инстанции церковного суда, то предчеловеком остается только вторая, первая же инстанция, как несуществующая, и наказать никого не может. Карфагенский савор, 28 правило. Если кто из епископов подвергнется обвинению, обвинитель да представит дело к первенствующему в области, к которой принадлежит обвиняемый. И да не будет обвиняемый отчужден от общения, разве когда, быв призван к ответу грамотную, не явится в суд избранных судить его в назначенное время. То есть в течение месяца, от того дня, в который под ознанием получена им грамота. Если же представит истинные и необходимые причины, препятствовавшие ему явиться к ответу против того, что на него представлено, то без предосуждения да имеет свободу к оправданию в течение другого месяца. Да не будет в общении, доколе не очистит себя доказательствами по делу. Если же пред всецелые того лета собор явиться не восхочет, дабы, по крайней мере, тем дело его окончено было, то имеет быть осужден, как произнесший приговор сам против себя. Во время же, в которое он останется вне общения, да не приобщается ни в своей церкви, ни во всем пределе. Напротив того, доносителя на него, если никуда не отлучался во дни рассмотрения дела его, отнюдь да не возбранится общение. Но если удалится и скроется, то епископ да будет возвращен в общение, а сам доноситель да и зримится от общения. Впрочем, так, чтобы не была отъята у него свобода, подтвердите обвинение. Если может доказать, что не предстал к суду не по нехотению, а по невозможности. Сие, впрочем, явно есть, что если во время движения дела в суде епископов опорочено будет лице доносителя, то не должно принимать от него обвинения, разве только пожелает он рассмотрения своего собственного, а не церковного дела. Если речь идет об имущественном споре, то никаких ограничений и зависимости от статуса истца нет. Кто бы он ни был, может требовать свое от обидчика, хотя бы и от патриарха. Карфагенский собор, правило 29. Если пресвитеры или диаконы обвиняемы будут, то по собранию узаконенного числа из ближайших мест избираемых епископов, которых обвиняемые вопросят, то есть при обвинении на пресвитера шести, а если диакона трех, вместе с семи собственных обвиняемых, епископ следует и следует принесенные на них обвинения с соблюдением тех же правил касательно дней и сроков и исследования и лиц обвиняющего и обвиняемого. Дела же по винам прочих клириков единместный епископ дара смотрит и окончит. Карфагенский собор, 73. 3. Подобает просить и оси, да благоволят узаконить, чтобы клирика, в какой бы он ни был степени осужденного за какое-либо преступление судом епископов, не было позволено защищать от наказания ни той церкви, в которой он служил, ни какому-либо человеку, а чтобы в наказание за сие положено было денежное взыскание или лишение чести. И да повелят, чтобы к извинению в том не был принимаем ни возраст, ни пол. Карфагенский собор 90-е правило. 4. Определено и сие, когда на состоящих в клире бывает донос и объявляются некоторые обвинения, тогда частью для отклонения нареканий на церковь, частью ради достоинства клира, по каковым причинам и оказывается им снисхождение, частью для избежания гордого злорадования еретиков и язычников, если желают, как и должно защищать свое дело и попищись о доказательствах своей невинности, да учинят сие в течение года, в которые должны быть вне общения. 5. Если же в течение года вознеродят очистить свое дело, то после сего никакой глаз от них да не приемлется. 6. Карфагенский собор 117-е правило. 7. Постановлено, если кто из клира будет просить от царя рассмотрения о себе в светских судилищах, лишен будет своей чести. 8. Если же будет от царя просить себе суда епископского, отнюдь да не возбранится ему сие. 9. Через это правило можно и ныне судиться с обидевшим тебя епископом, если обратишься в прокуратуру или в суд, чтобы они ходатайствовали о вынесении твоего дела в церковный суд. 10. Но такого суда нет вообще на белом свете ныне. 11. Тогда мирские власти сами могут возбудить уголовное дело, а ты не виновен. 12. Ты сам не писал заявление в суд, и церковные фиктивные правила не нарушил никак. 14. Четвертый Вселенский собор 9-е правило. 15. Если который клирик с клириком не имеет судное дело, да не оставляет своего епископа, и да не прибегает к светским судилищам, но сперва да производит свое дело у своего епископа, или по изволению того же епископа, избранные обеими сторонами да составят суд, а кто вопреки сему поступит, да подлежит наказаниям по правилам. 15. Если же клирик со своим или со иным епископом имеет судное дело, да судится в областном соборе. 16. Если же на митрополита области епископ или клирик имеет неудовольствие, дообращается или к экзарху Великой области, или к престолу царствующего Константинополя, или перед ним досудится. 16. Карфагенский собор 144-е правило. 17. Положено и сие не принимать доносов от всех рабов, от отпущенников, тех самых, на которых доносить хотят, и от всех, которых гражданские законы не допускают к доносам о преступлениях. 17. Также от всех, на которых лежит пятно бесчестия, то есть от позоричных и от лиц к срамным делам прикосновенных. 18. Также от еретиков, или еленов, или иудеев. 19. Впрочем, у всех, от которых не допускается таковое обвинение, да не отъемлется свобода приносить жалобы по своим делам. 19. Четвертый Вселенский собор 21-е правило. 20. От клириков, или мирян, доносящих на епископов, или на клириков, не принимать доноса просто и без исследования, но предварительно исследовать общественное о них мнение. 20. На сегодня все. Благодарю за внимание. 20. Спаси Христосу за помощь. 20. С Богом! С Богом! Продолжение следует...